Март 2003 года. Между Индией и Пакистаном разгорается конфликт из-за штата Кашмир, где начались волнения мусульманских сепаратистов. Закрыты границы, к ним стягиваются войска. Противостояние грозит перерасти в большую войну, которая может закончиться катастрофой. Обе страны имеют ядерное оружие и стратегические ракеты. 3 апреля 2003 года. Президенту США не подлежит публикации. В случае ядерного конфликта между Пакистаном и Индией может погибнуть 12 миллионов человек. Еще 7 миллионов умрут от экологических последствий войны. Аналитический центр Рент Корпорейшн. Вдоль границ друг другу противостоят более 800 тысяч солдат. Вспыхивают перестрелки. Происходят минометные и артиллерийские налеты. В конце апреля Пакистан неожиданно предложил мирные переговоры. И через несколько дней положение полностью нормализовалось. Оказалось, что Индия развернула вдоль пакистанской границы танковые части. В случае начала войны даже ядерные удары по Индии не спасли бы Пакистан от поражения. Поскольку буквально через несколько часов индийские танки штурмовали бы пакистанскую столицу Исламабаду. Танк является уникальным средством, который может надежно защищать какой-то объект или территорию. Он в то же время может и своими наступательными действиями решать задачи по овладению территорией. На вооружении ударных частей индийской армии стоят танки, против которых не существует средств поражения. Это супертанки Т-90С, созданные в суровом Уральском краю. Полвека наша страна была ведущей танковой державой. Раньше даже шутили, что простой советский человек может поехать за границу только на танки, если Родина прикажет. Но и сегодня, благодаря уникальному танку нового поколения, Россия не утратила свой приоритет в этой области. Наш фильм о драматической истории создания Т-90. Супертанк Т-90 1946 год. 5 марта премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес в Фултоне речь о железном занавесе, положившую начало холодной войне. Многие восприняли высказывания Черчилля буквально. На границах Западной Европы замерли советские танковые армии. К июню того же года обладающие монополией на атомное оружие американцы разработали план атомной войны против СССР под названием Пинчер. Испытания показали, что самым малоуязвимым видом вооружений при ядерном взрыве являются танки. Это означало, что даже десятки атомных бомб не смогут уничтожить все советские танки, которые в случае войны быстро дойдут до Ла-Манша. Когда США изготовили сотни ядерных зарядов, СССР уже создал свою атомную бомбу. Наступила новая фаза противостояния — наращивание ядерных бомбцаров. 4 октября 1957 года. Запуск первого искусственного спутника Земли изменил военно-политическую ситуацию в мире. Теперь советская ракета могла доставить ядерный заряд в любую точку земного шара. Когда руководством страны на прочь были отметены такие виды оружия, как артиллерия, как танки, как корабли, как самолеты. Все концентрировалось на том, чтобы создать ядерное оружие, и ядерное оружие якобы решит боевые задачи. Увлечение Хрущева ракетной техникой парадоксальным образом привело к появлению новой концепции танка. В начале 60-х на базе танка Т-62 создается машина ЭТ-1 с устрашающим названием «Дракон». Пуски произведены с хода по бронированным целям на максимальную дальность. Владимир Томнин, тогда молодой инженер, участвовал в разработке «Дракона» в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения, сокращенно УК-БТМ. Соревнование между снарядом и броней, оно никогда не останавливалось. Оно не останавливается и сейчас, оно продолжается. Стремление создать танк для атомной войны порой приводило к таким неожиданным результатам, как этот экспериментальный объект 279. Но настоящий прорыв совершили конструкторы Харьковского танкового КБ. Танк Т-64 был создан специально для атомной войны. Защищен от проникающей радиации, имел особый эффект. Даже литая резина на колесных катках была спрятана в стальные кожи. Новацией стали боевые возможности танка. Низкий приплюснутый силуэт, затрудняющий противника прицеливанием, многослойная броня, современные приборы. На нем было установлено гладкоствольное орудие, стреляющее снарядом, стабилизированным в полете по принципу ракеты. Все эти качества сделали Т-64 лучшим танком своего времени. Вот уже 40 лет западные конструкторы не могут превзойти этот танк по основным характеристикам. Его самое мощное для своего времени орудие имеет калибр 125 мм. Во время Второй мировой войны таким был главный калибр крейсеров. Подобно современным боевым кораблям, Т-64 имеет автомат заряжания. Чтобы выбрать снаряд и зарядить пушку, достаточно просто нажать на кнопку. Даже американцы, которые так любят и ценят комфорт, до сих пор не могут решить эту сложнейшую техническую проблему. Т-64 привел армейское руководство в Восток. Но вскоре поток рекламации с частей на капризный дизельный двигатель нового танка захлестнул главное автобронетанковое управление. 17 октября 1967 года. Ленгли, штат Вирджиния, директору ЦРУ, совершенно секретно. Постановлением Совета министров СССР, Уральскому конструкторскому бюро транспортного машиностроения номер 520, поручено начать разработку варианта танка Т-64 с новым двигателем. Начальник отдела СССР и Восточной Европы ЦРУ. Главный конструктор Уральского бюро Валерий Венедиктов приходит к выводу, что простая смена двигателя не решит всех проблем. Войскам требуется надежный, простой в эксплуатации и не столь дорогой, как Т-64 танк. КБ самостоятельно разработало новый танк Т-72 «Урал». Внешне они очень похожи, поскольку от Т-64 взяли обводы корпуса башню и вооружение. Но внутри это совершенно разные машины. Рациональная схема позволила разместить в танке больше современного оборудования. И вскоре на Т-72 был установлен лазерный дальномер, в несколько раз повышавший точность наводки орудия. В феврале 1980 года в США на государственном танковом заводе в городе Лайме, штат Огайе, был собран первый серийный танк М1 «Абрамс». Состав и конструкция брони — главный секрет любого танка. Но у «Абрамса» она соответствовала современной броне толщиной в метр. Практически сразу было принято решение о модернизации. Планировалось усилить броню пластинами из необогащенного урана и установить 120-мм орудие, способное пробить снарядом с урановым сердечником толстый броневой лист с расстояния 2 километра. «Абрамс» задал новую моду в танкостроении. Мощная, но тяжелая машина с огромной башней. Особенность «Абрамса» какая? Танк весит более 60 тонн. Танк имеет достаточно надежную броневую защиту, достаточно мощный двигатель, более крупные габариты. Считалось, что вероятным противником «Абрамсов» на Европейском театре военных действий станут танки Т-72 стран Варшавского договора. Но боевое крещение Т-72 приняли совсем в иной климатической зоне. 6 июня 1982 года. Израильские танковые колонны вторгаются в Южный Леван. Их цель – Бейрут, лагеря организации освобождения Палестин. На третий день израильтяне сталкиваются с сирийскими войсками, выступившими на стороне палестинцев. 12 июня 1982 года. Ленгли, штат Вирджиния, директору ЦРУ. Совершенно секретно. За неделю боев израильские потери составили около 160 танков. Сирийская армия применяет танки Т-72 советского производства, значительно превосходящие израильские. Начальник отдела Си ЦРУ. Новейшие израильские танки «Меркава» и модернизированные М48М60 американского производства сокрушают передовые сирийские части. Оснащенные танками Т-55 и Т-62. И устремляются к Дамаску, столице Сирии. На их пути встают несколько десятков танков Т-72 элитных сирийских частей. С дальних дистанций они расстреливают израильскую бронетехнику и отбрасывают противника. Потери среди Т-72 минимальны. После одного из боев сирийский танкист поцеловал броню своего Т-72. Я не буду сейчас ссылаться на детали, какое количество было попаданий, допустим, в конкретном случае, в Т-72. В том, что танкист целовал броню, это, наверное, гарантия в этом может быть. Сирийцам удалось захватить израильский танк М48 «Паттон». Покрытый динамической защитой и блейзер, с новым орудием и комплектом боеприпасов нового поколения. «Паттон» привезли в Кубинку и обстреляли из него Т-72 новыми американскими снарядами. Всего полутора сантиметров не хватало броне Т-72, чтобы выдержать новый бронебойный снаряд на близкой дистанции. Но чтобы нарастить броню, потребовались усилия огромного коллектива. Новую броню покрыли навесной динамической защитой, давно разработанной в ней стали. Теперь Т-72 выдерживал попадание не только кумулятивных зарядов, но и уранового подкалиберного снаряда. На Т-72 устанавливается новое орудие, стреляющее управляемой ракетой. Так идея ракетного танка «Дракон» реализовалась на новом технологическом уровне. Новая модель получает индекс Т-72Б. Активное участие в разработке Т-72Б принимал Владимир Поткин, пришедший в Уральское бюро в 1976 году. Я с ним познакомился, когда он уже взрослым, зрелым человеком. Он пришел в КБ, послужив в войсках, закончив бронетанковую академию. То есть достаточно был зрелым человеком. Работая на Т-72Б, Владимир Поткин понимал, подобную модернизацию проходят танки всех стран. Но одновременно разрабатываются и средства преодоления динамической защиты. В конфликтах нового поколения обозначилась главная проблема ближайших десятилетий. Кризис платформы. Любую подвижную платформу, то есть боевую машину, можно обнаружить и уничтожить высокоточным оружием. Теперь даже слабый противник может одержать победу. Для войн нового поколения Поткин решает создать принципиально новый танк. Он всегда вещи видел в крупном. И всегда доказывал правоту своей позиции. Хотя, конечно, соглашался и с тем, что явно было, так сказать, какое-то изменение в тех предложениях, которые он предлагал. То есть это был современный, динамичный человек, человек очень умный, человек с настроем созидателя. Мировое танкостроение идет по выбранному американцами наиболее простому пути – наращиванию брони. Но силуэт танка увеличивается, делая его более уязвимым. Повышать защиту от подкалиберных бронебойных снарядов и кумулятивных средств поражения, которые все увеличивают свои характеристики бронепробиваемости, только за счет увеличения толщины брони, то танк скоро превратится в неподвижную огневую точку, потому что будет слишком тяжело. Для тяжелого танка требуется сверхмощный двигатель и новая ходовая часть. А это огромные затраты и десятилетия работы. Владимир Иванович приходит к выводу – от технологических средств поражения платформу должны защитить столь же современные средства обороны и выбирает Т-72Б как основу для нового танка. В 1987 году после назначения главным конструктором Уральского бюро Владимир Поткин приступает к разработке нового танка, получившего индекс Т-90. 28 июня 1993 года. Вашингтон, округ Колумбия. В департамент вооружения Министерства обороны США. Конфиденциально. На полигоне Кубинка правительству России представлен танк Т-90 с новым орудием и лазерной системой наведения нового поколения. Танк превосходит все мировые аналоги по дальности стрельбы и защищенности. Однако из-за экономического кризиса в России производство Т-90 в ближайшие 10 лет будет невозможно. Военные атташе посольства США в России. В танке Т-90 конструкторы реализовали новую философию боевой машины. Сочетание нескольких уровней защиты и умных средств поражения. 0-1, я броня. Прием. Броня. Я 0-1. Прикажи выдвинуться к высоте 14. Верон. 0-1, я броня. Понял. Вперед. Новейшие приборы позволяют в любую погоду и время суток обнаружить и поразить противника раньше, чем тот успеет подойти на дистанцию стрельбы. Самое мощное в мире танковое орудие служит одновременно пусковой установкой для наводимых по лазерному лучу ракет-рефлекс, которые уничтожают на расстоянии до 5 километров не только танки, но и противотанковые вертолеты. Впервые в мировой практике применен комплекс оптико-электронного подавления штора. Излучение инфракрасных прожекторов дезориентирует управляемые и самонаводящиеся ракеты. При облучении танка лазерным лучом система информирует об этом экипаж и автоматически запускает в сторону источника облучения дымовой патрон, закрывая танк непроницаемым для лазера облаком. От ручных противотанковых средств пехоты и подкалиберных снарядов защищает новейшая многослойная броня. Дополненная встроенной динамической защитой. Принципы вооружения и защиты Т-90 легли в основу модернизации всех российских танков, открыв новую эру танкостроения. Триумф Т-90 мог стать лебединой песней российского танкостроения. На десятилетия прекратились закупки бронетехники. Навсегда закрылась КБ номер 8 знаменитого Кировского завода в Ленинграде, в годы войны выпускавшего тяжелые танки. Вопрос стоял уже не о производстве нового танка, но о судьбе целого города, Нижний Тагил, да и всей отрасли в целом. И Владимир Поткин находит парадоксальное решение. Именно танк Т-90 должен вывести Уралвагонзавод в 21 век. Уралвагонзавод – многопрофильное предприятие. И поначалу ему помогало выжить производство вагонов и экскаваторов. В начале 90-х годов Уралвагонзавод, который изготавливал танки и машины боевого обеспечения на базе танков, был в очень сложном положении, потому что никто не покупал не только танки, но и подвижной состав. В наследство от СССР Россия получила около 40 тысяч танков. И казалось, что новые танки не нужны. В середине 90-х Уралвагонзавод и Уральское КБ оказались на краю пропасть. 1 января 1995 года. Штурм Грозного заканчивается провалом. Потеряно 65 танков Т-72. Действуя по уставу ведения большой войны, танки оказываются зажаты на улицах и в горных ущельях. На моей памяти случай, когда колонна 245-го полка, про которую все знают, была разбита в Ярышмардынском ущелье. Первый танк, он был подорван на управляемом фугасе. Второй танк был уничтожен именно с ручных противотанковых гранатометов. Третий танк, который шел последний, загорелся от огнеметов. Огнеметов, но экипаж был очень сильно подготовленный. Нашел спуск в реку, в Аргун, загнал туда танк, затушил танк. И танк, когда вышел, прошло уже около 40 минут, открыл огонь. Именно огонь танка решил исход вот этого побоища. Побоища. Была создана комиссия для выяснения причин потерь бронетехники. На Кубинку приехал министр обороны Грачев. Причиной потерь оказались неправильное использование танков и отсутствие взрывчатки в навесной динамической защите. А не конструктивные недостатки. Помимо грубых тактических просчетов, выявилось то, что давно предвидели конструкторы. Обилие коммунитивных средств поражения сделало танки уязвимыми. Противник действует из засад, укрываясь в населенных пунктах за спинами мирных жителей. Если их использовать правильно, именно в горах, выставляя их на высоты, то танк и вправду является большой снайперской винтовкой, которая может поражать цели снайперов и так далее на больших дальностях до 3000 метров. Владимир Коткин прекрасно понимал, что Т-90 наиболее подходил для такой войны. Поэтому необходимо сохранить производство во что бы то ни стало. Если нет серийного производства, то в этом случае все вот эти конструкторские разработки, они приобретают все более и более виртуальный характер. Средства на производство необходимы были немедленно. В это время Индия пыталась создать собственный танк нового поколения «Арджун». Но разработка шла с большим трудом. Индийские военные заинтересовались Т-90. Характеристики Т-90 индусов в целом устроили. Но их танки должны обязательно воевать в горах. Индусы потребовали приспособить танк к условиям тропиков и установить более мощный двигатель. И он был разработан в рекордно короткие сроки. Новая модификация Т-90С была создана за счет полной самоотдачи всего коллектива конструкторского бюро и Уралвагонзавода. Однажды в беседе со своим заместителем Поткин высказал свое отношение к одному молодому специалисту. Я не вижу, чтобы он горел на работе. Нужны ли нам такие люди? Он всегда был очень последователем и очень жесток и в принятии решений, и в вопросе контроля выполнения этих решений. Разработка танка Т-90С стоила невероятных усилий. Ведь пришлось воссоздавать всю цепочку коопераций заново, убеждать поставщиков возродить производство, поскольку больше половины стоимости современных танков составляет цена установленной на них аппаратуры. Но и смежникам возобновление поставок давало шанс на выживание их предприятий. 1999 год. Был подписан предварительный контракт. Собрана первая партия танков для испытаний в Индии. Все было готово, друг. Я был в сборочном цехе, поскольку я отвечал за сборку трех танков, которые должны были пойти на испытания. И я узнал о смерти Владимира Ивановича, находясь в цехе. Скончался на рабочем месте, в своем кабинете, за своим рабочим столом. В 10 часов утра. И в день похорону Владимира Ивановича, эти три танка были отправлены на испытания. То есть мы похоронили их и поехали с этими танками на испытания. В пустыне Раджастан индийцы испытывали Т-90 на прочность, сознательно создавая режимы, которые не выдержат ни один танк. Ломались агрегаты, но инженеры-механики Уралвагонзавода не могли придать дело, за которое главный конструктор отдал жизнь. Механизмы, требовавшие заводского ремонта, чинились прямо в пустыне, на 50-градусной жаре. Испытания выдержали и люди, и танки. Сумма заключенного контракта составила почти миллиард долларов. В Индии Т-90 назвали «Бишма» в честь непобедимого витязя из древнеиндийского эпоса Махабхарата. В декабре 2003 года индийский контракт на поставку более 300 супертанков Т-90С был успешно завершен. Этот заказ не только позволил модернизировать Т-90, но он спас целый город Нижний Тагил. И в этом огромная заслуга Владимира Поткина. О том, что вот он такой несколько замкнутый был, свидетельствует о том, что практически нет видеоматериалов, которые могли бы там показать его в жизни, в работе. И очень мало фотографий. Оказалось, что индийцы всегда ведут видеопротоколы официальных переговоров. Сейчас вы видите единственную видеозапись с участием Владимира Ивановича Поткина. У нас обособленный район, называется он «Вагонка». Несмотря на то, что это было весной, погода была отвратительная, шел мокрый снег, очень густой мокрый снег, весь наш район, вся вагонка провожала его. Танковые войска будут главной ударной силой сухопутных войск, по крайней мере, ну, наверное, в ближайшие 50 лет. В операции «Шок и трепет против Ирака» американцы потеряли десятки танков «Абрамса». Толстая броня не помогла, и Пентагон решил модернизировать «Абрамсы» по схеме танка Т-90. А самому Т-90 в ближайшие десятилетия предстоит стать ударной силой российских сухопутных войск. «Танк Т-90 до сих пор сохранил возможность к его дальнейшему совершенству, потому что боевая масса этого танка еще достаточно далека от 50 тонн». В планах конструкторов установка устройства дистанционного подрыва противотанковых мин с электромагнитными взрывателями и системы активной защиты «Арена». Иногда военной технике дают странные названия – «Нона», «Печенек», «Буратино». Но существует и другая русская традиция – называть уникальное оружие именем его создателя. Винтовка Мосина, автомат Калашникова, самолеты Туполева. В честь Владимира Ивановича Поткина недавно танк Т-90 получил имя «Владимир». В начале 2004 года Министерство обороны впервые за последние 10 лет приняло решение закупить новые танки. И разумеется, это танки Т-90 «Владимир». Субтитры создавал DimaTorzok